Добрый день, дамы и господа! За последние годы дроны перестали быть чем-то из области фантастики. И сейчас они начинают активно применяться для обработок сельскохозяйственных культур. Не такие, конечно, как этот. Чуть-чуть побольше. Но лучше ли они классических опрыскивателей? Или это все же дорогая игрушка? Попробуем разобраться. Для этого мы провели небольшой эксперимент, чтобы проверить, как покажет себя дрон по сравнению с обычным прицепным опрыскивателем. При обработке опрыскивателя мы использовали 3D-распылители 0,5. Расход рабочего раствора составил 320 литров на гектар. При данных параметрах нам удалось получить оптимальный размер капли и, как следствие, избежать сноса. А опрыскиватель отработал как по линейке. После этого настала очередь дрона показать себя. У дрона распредители 0,1. А обработки проходили с нормами расхода 6, 10 и 15 литров на гектар. Скорость ветра составляла 3 метра в секунду с порывами до 4. Выглядела обработка весьма впечатляюще. Но ветер не дал дрону показать себя на 5 баллов. Снос оказался довольно внушительным. А последствия обработки можно увидеть достаточно далеко от границы экспериментальных делянок. Около 120 метров. На мой взгляд, многовато. При этом края делянок остались без обработки. Необработанные участки и снос отлично видно на снимках мультиспектральной камерой. Выводы можете сделать сами. Будущее уже наступило? Или стоит еще подождать? Здесь я вынужден прерваться, так как после съемок выяснилось еще пару интересных моментов. Во-первых, снос от дрона оказался даже больше, чем предполагалось изначально. И достигал он порядка 250 метров. Во-вторых, согласно индексу NDVI, эффективность обработки дроном оказалась абсолютно сопоставимой с эффективностью обработкой стандартным опрыскивателем. И если бы не ветер, то дрон показал бы великолепный результат. Безусловно, обработка дроном является интересной технологией, но у нее есть недостатки. И мы будем следить, как будет развиваться эта технология в будущем. А теперь по традиции... Всего вам хорошего и удачи вам на ваших полях! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!